Всем привет, народ! Вы на канале Покашеварим, и тысячи-тысячи лайков, которые я получаю под роликами в рубрике «Завтрак», говорят мне о том, что надо снимать. Назад не отшагивай, сейчас упадешь, братан. Реально. Отличная у нас перебивочка. Короче, сегодня мы идем на завтрак в Икею. Честно говоря, я посмотрел на сайте, мне кажется, это будет самый унылый завтрак, который был вообще за всю историю. То есть у нас Макдональдс, KFC еще, Бургер Кинг. У нас много еще планов, на самом деле, и в шоколадницу сходить, если вам эта рубрика будет нравиться. Соответственно, для того, чтобы проявить свой интерес к тому, чем можно утром позавтракать в славном городе Москве, соответственно, лайками, ребят, поддерживаем. Ну, это такая традиция ютубовская, ставите лайк, если вам нравится. Если не нравится, ставите дизлайк, я все понимаю, рубрику закрываю. Сегодня Икея, погнали. Так, спрыгивать не буду, а то под автобус попаду. Что-то, походу, у них не только завтрак тут, а еще плюсом дополнительно всякие салаты. То есть все, что, в общем-то, изо дня в день они подают, наверное, то также дают и утром. Так, такой завтрак не проспишь. Омлет с брокколи, сырники, 50 рублей, кишка картофельный с сыром. Здрасте. А у вас только сейчас завтрак, да? То есть обычный миф? Да, завтрак. Так, тогда нам, в принципе, надо почти все взять у вас, попробовать. Омлет, сосиски и вот прям вот подряд. Ну да, ну омлет можно один, тот не надо, со шпинатом тогда, вот обычный. Спасибо. Так, не хотите попробовать наш? Джем, а как же, а с чем он? Клюквенный? Брусничный. А, Икея уже правильно, брусничный. Хотим, давайте к блинчикам тогда, да? В общем, и все. Это все, что мы взяли на завтрак. По одной штучке, ну, в общем-то, каждого и попробуем. Сейчас посмотрим, сколько это все стоит и можно ли вообще в Икеи наедться. А, вот, смотри, развернись. А тут еще можно дополнительно взять, например, вот эту вот пиццу, которая продается. У них на выходе из Икеи обычно кленовый пекан, смотри. Но это все стандартно, это то, что, в общем-то, вы в Икеи всегда возьмете. Это все, что есть в Икеи всегда. В смысле, в обеденное время, да? Но мы сегодня про завтрак, поэтому... А кто не видел ролик про Икеи, вообще полноценный обзор вот всей еды в Икеи, он тоже есть на канале, так что ищите, и ссылочка где-нибудь тоже тут будет. Ложки там, да? Чай, надо кофе взять. Глиссе будешь? А? Тут есть, Глиссе. Здрасте. А напитки у вас? Да, вот как их брать, просто мы не очень знаем. А там, да, наливать? Хорошо, как скажете. 354 рубля всего? Ничего себе. Это жетончики для кофе. А, все, класс. Каждый второй с камерами сейчас ходят, да? Спасибо большое. Всего доброго. Ага. Так, все, мы разобрались. Нам дали два жетончика волшебных. Они интересны, кстати, а вот если... Ну, это ладно, сразу начинается тут стандартная русская черта. А вот если я вставлю 5 рублей, оно сработает, да, с кофе или нет? Соль, приборы, приборы, палочки, кофе, салфетки. То есть, короче, в принципе, зубочистка мне нужна, соль я возьму и ложку возьму для каши, да, и все нормально. Все срастется. Так, как же наливать кофе? Здесь вот все время для меня вот эта вот магия наливания, она всегда была загадкой. Куда вставлять жетон? О, смотри, нашел. Дим, глиссе нету, делаем тебе латте, пойдет? Блин, или тебе латте лучше взять? Или латте макиято, что тебе взять? Я не знаю, что такое латте макиято. Давай возьмем... Нет, латте это просто разные пропорции кофе, насколько я понимаю. Короче, просто беру тебе кафе латте и все. Я же нажал. Надо было несколько раз нажать. Так, мне кажется, мы почти справились, смотри. Ну, близки к успеху, все, идем за столик. Вот это все вместе с напитками. И довольно много еды, хоть и по одной штучке, чисто нам на попробуем. То есть, 354 рубля. Дим, твой глиссе не глиссе. Мой капучино, не капучино. Цены, в принципе, адекватные в Икее. То есть, такого, что какой-то шок. Ну, в Икее всегда были адекватные цены, в том числе и на обычные обеденные какие-то темы. Вот. Все стоит где-то 20-40 рублей. Самое дорогое из того, что мы взяли, это омлет с беконом. Вот он, омлет с беконом, 50 рублей. 49. Каша, целая баклажка каши 40 рублей стоит. Сырник 29. Вот он, один сырник, 29 рублей. Блин, 20. В общем, вы цены поняли, да? Где-то 20-40 рублей стоит одна позиция, чего бы то ни было. Хотите два драника, хотите два блина, берите, умножайте все на два. Ножик в Икее с пятнышками. Не домывают, точнее, не досмывают. Что-то с посудомойкой не то у них. У нас, в общем-то, обзор довольно короткий сейчас получится, потому что, что у нас две тарелки и в каждой по три позиции. То есть, завтрак в Икее, он довольно скромный. Ничего особенного. Хашбраун, сосиска, омлет. Драник. Кстати, довольно хрустященький снаружи. Плотный. Внутри картофанчик. Драник треугольный, симпатичной формы. У них это в чеке называется картофельный-картофельный, короче. Это довольно вкусная штука. Да сейчас попробуем, вот мы пытаемся разобраться. 25 рублей такая штука стоит. Одна 25? Да, да, да я на камеру говорю, я не то чтобы вас гружу. Нет, нет. Одна 25 рублей стоит, да. Ну и ладно. О, согласен. Так, нормальный драник. В общем, за 25 рублей. Катастрофически этому дранику не хватает сметаны. Но сметану можно было взять. То есть это как бы моя проблема, то что я не взял сметану. Но если сравнивать, например, с Хашбрауном, который в Макдональдсе недавно, вот мы пробовали. Но не внутри бургера, а снаружи мы его, если взяли, отдельно стоящий, то там вкуснее. Тут он все-таки такой уже размокший. Фиг знает, мне не понравился драник. Вот такая вот колбаска мини стоит 25 рублей. Так же, как и драник. То есть вот такой набор, это уже 50, да. Ну и омлетик давай сразу посмотрим. Довольно пышненький такой, ну то есть нормально приготовленный. Видно поры в нем, видно, что он не пережарен. Но в то же время видно, что он уже полежал какое-то время, потому что он заветренный. То есть вот это вот по краям он весь заветренный. Это чуть-чуть неприятно. Не ожидал от Икеи. Ребят, колбаска. Колбаска зашибись, кстати. Я не знаю, ну то есть... Для меня как-то понятнее, когда... То есть ты взял позицию, и тебе в принципе ее норма, чтобы поесть. Тут вот все, что мы не взяли по одной позиции, конечно, если брать по отдельности, ты не наешься ничем. Но может быть омлетик немножко, немножко такой... Ну, насытит как бы, да, потому что его вроде бы как много. Не, ребят, омлетик, конечно, честно говоря, дрянь. Он сухой, лежалый омлет вот такой вот. Я не знаю, во сколько они готовят их, но явно он уже полежал хорошо. Просто дрянь. В общем, пока вот с этой тарелки колбаска самая четенькая. Сочная, шутя по всему. Типа свина куриная, наверное, свинина, курица. Говядину я не особо чувствую в ней. В принципе, норма. В общем, свиные котлеты, свиные колбаски утром заходят на ура. Так, у нас вторая тарелка. Это блинчик. Это еще один блинчик из сырник. Блинчик с ветчиной и сыром, между прочим. 40 рублей вот такой вот блинчик стоит. Так, не понял. Что-то как будто бы блинчик в блинчике, да, такое вот по ощущениям. Катастрофически мало начинки. Ну, посмотри, действительно, то есть тут блин обернут много-много раз. И внутри очень-очень скромное количество начинки. 40 рублей стоит такой блин. За нами смотрю. Бабульнка, которая сидит за соседним столом. Можно? Можно? Блин, свиечиной и сыром. Не, ну я не знаю. У меня, наверное, завышенные просто ожидания от Икеи. Я просто... Мне нравится Икея сама по себе вообще. И от мебели, и заканчивая ресторанчиком. Там тоже не все, конечно, клево. Но мне много чего нравится у них. У меня вообще, в принципе, вот какие-то светлые пространства. Мне приятно здесь находиться. Вот, но... И поэтому у меня завышенные ожидания. В том числе даже, сука, блинчику с ветчиной и сыром. Не, ну внешней начинки не видно. Ну, когда ты ешь, вроде что-то такое, типа, чувствуешь там какую-то солноватуюся такую. Ну, как в ветчине. Но в целом все равно жуешь как блин, и все. То есть просто, просто блин. Вообще, короче, блин ни о чем на самом деле. Я расстроен. Малом. Просто тупо малой начинки. Опять-таки мне скажешь, 40 рублей. Блин, чувак, ну что ты выпендиваешься? Два блина, в принципе, там, два блина или три даже взять. 120 рублей плюс кофе. Кофе сколько стоит у них, кстати? Сколько у нас кофе стоит? По 50 рублей. То есть, блин, 170 рублей. Такой, типа, ну будет плотный завтрак. Несмотря на то, что там немного начинки. Но три блина, и вроде бы... Три раза по немного начинки. Кажется, что вроде бы и норм. Но все равно есть ощущение вот какой-то заветренности. Что в омлете, что в этом блине. В такой лежалости какой-то. Давай попробуем обычный блин. С их фирменным джемом с брусники. О, джемчик прям, смотри, какой душевный. Прям ягодки, брусники видны, да? Вот опять вот тут верхняя вот эта корочка. Странное очень, очень странное ощущение. Джем зашибись. Но блинчик заветренный. Не, я понимаю, что народу вообще нет. То есть, утром здесь, если в обед или там вечером ты не протолкнешься, просто места не найдешь. Утром тут никого. Тут, наверное, человек 15 на весь ресторан Икея. Естественно, это все лежит, заветривается. Ну, короче, нет, блинчик сколько бы он ни стоил, но заветренный блин я есть не хочу. Даже за 0 рублей. При этом варенишко крутое. Оно, кстати, наверное, неплохо зайдет к сырнику, например. Вот с сырником нет такого впечатления заветренности, как с блинами. Внутри сырник выглядит очень приятно. Снаружи он не заветренный, не хрустит. Нормальный, нормальный такой беточек сырника. Давай попробуем тоже с вареньем, наверное. 29 рублей. Сырник четкий. Отличный сырник в Икея. Пожалуй, лучшее, что мы сегодня поели. Да, по факту реально сырник достойный. Хашбраун маленько подвымекший, не хрустящий, поэтому неинтересный. Омлет заветренный. Колбаска нормальная, но это просто какая-то мини-колбаска. Блины заветренные оба, а сырник четкий. Вот сырнику лайк, но вообще у меня легкое, конечно, разочарование от Икеи, потому что для меня Икея славится, знаешь, предложением. То есть оно как бы решает твои вопросы. То есть если тебе что-то надо, там, для дома какая-нибудь, там, саненькая нестандартная полочка, то почему-то в Икеи, как правило, находятся решения. Вот не знаю, как это объяснить эту магию, но, видимо, ребята очень хорошо работают. Но те, кто работают над рестораном, они мой вопрос не решают. Не, ну как бы не, вопрос, типа, калории закинуть и поехать работать, наверное, да, решает. Но вопрос какого-то удовольствия, я не знаю. Честно говоря, как-то скудненько, скудненько, вот так вот я скажу. Примерно так же, как мой словарный запас по утрам, да, и, в общем-то, и так. Ладно, рисовая каша. Вот это то, что действительно может меня насытить, хотя она рисовая, да, это не овсянка, а рис, как мы понимаем, он такой довольно, довольно пустые калории, да. Рисовая кашка, смотри, она, вот она душевная, да. Я вообще люблю рисовую кашку, особенно если она немножко сладенькая, вообще зашибись. Нам еще пробили в чеке какой-то соус горячий 30 рублей. Непонятно, к чему этот соус. Каша рисовая. Ну, даже с кашей рисовой, конечно, они немножко, немножко напортачили, потому что есть рисинки, которые недоваренные, они прям хрустят на зубах. Но в целом эта каша рисовая, прям гостовская. То есть вот эта рисовая каша мне нравится, и я ее с удовольствием бы даю. Вот за 40 рублей, короче, сегодня из-за киевской еды побеждает каша, на мой взгляд. Вместе с сырником. Взять кашу, два сырника и кофе, и ты реально кайфанешь. То есть вот это можно брать. Каша незаветренная, хорошо сваренная, за редкими исключениями пары зернышек. И хорошо сделанные сырники. Все остальное шляпа. Вот такая вот Икея. Значит, если выставлять оценки, то Икея... Ну, же, я поставлю 3, наверное, завтрак. В Икея одно из самых неинтересных из того, что мы видим. Удовлетворительно в целом, но 3 балла по пятибалльной шкале. И что ж такое все-таки вот это вот? Соус горячий за 30 рублей. Дим, может быть, это соус имеется в виду вот этот вот, все-таки, наверное, соус. А он горячий? А может быть, это соус к горячему имеется в виду, типа? Да, кстати, да. К мясу, например. Это же брусничный. Брусничный свет. Алый до рассвета. Но дешево, конечно. Все дешево. Тут надо отдать должное.